Значит, я предлагаю тихонечко начать читать «Бытие и время» Мартина Хайдингера, поскольку книжка достаточно простая, и мы можем по ней двигаться самостоятельно. Это вам не видно какой-нибудь книг. Вот. Значит, речь сегодня постараюсь ввести о первой главке «Видения» в первом параграфе. Значит, она посвящена тому, что надо возобновить и поставить первый вопрос о бытии. Действительно, о философии говорят, в первую очередь, как о науке о бытии. По словам «бытие» поднимается простое, обычное существование. Этот вопрос, на самом деле, является скрытым и спрятанным в сущности современной цивилизации и всего чего-ли еще. Принято говорить о определенности какой-то вещи. Почему Земля круглая, почему помидор красный или что-либо еще. В этом состоит, быть может быть, принципиальный отказ от философского подхода к делу, и самое главное является принципиальный отказ от вопроса бытии. Но, тем не менее, если мы серьезно начинаем некий философский разговор, мы с самого начала начинаем интересоваться вопросом о существовании. Что значит «являясь существовать», что такое существование? Что означает «спросить, что этот предмет есть?» Ведь, в самом деле, мы понимаем, что, например, помидор или стол являются общим понятием любой вещи. Но, с другой стороны, мы отлично понимаем, что бытие не является никаким общим понятием. С одной стороны, оно предельно общее, потому что все, что мы видим, оно есть или является. Небо является синим, небо есть, чашка есть, видеокамера даже тоже есть. Но, с другой стороны, мы видим, что оно не является общим понятием, в том смысле, что под нее ничто не подводится. Кроме того, мы замечаем на то странное обстоятельство, что, например, вот этот микрофон передо мной находится в пространстве, но обременно он сам есть. Попытаемся на этой главке, вот я вам предлагаю эту тему для обсуждения сегодня. То есть различие с сущим и существами? Да, нет, я с другой темой предлагаю. Попытаться понять, дать бытию некий совершенно другой смысл. Посмотрим, удастся ли нам его сейчас угадать, и удастся вслед за этим неким прямым смыслом дальше двинуться вслед за Хайдеггером. Он состоит, что понятие «есть» полностью описано и записано в нашем языке. Но в самом деле, книжка прямоугольная, книжка есть прямоугольная, небо есть синее и так далее, и так далее. То есть везде есть связка «есть». Теперь зададимся вопросом. Принадлежали ли эта связка «есть» к мировости мира? Или эта связка «есть» относится только к чему всего лишь нашей языковой деятельности? Мир восьмиру объяснишь только. Ну, мир восьмиру это, собственно, к миру как таковым. Нет, но это связано с миром, на самом деле. Ну, хорошо. Связано, что мир связан, но не один. Да, но мир восьмиру, мир восьмиру, мир восьмиру. То есть, по большому счету, давайте взглянем на эту точку зрения, на вопросы вот о первоначальном бытии. Если я уж взялся высказывать эту странную сегодня и дикую точку зрения, что «есть» или «бытие» – это ни в коем случае не свойство как бы самого мира, а является свойством присутствия нашего языка. Но в самом деле, все наше существование, оно полностью пронизано языковыми структурами, каким бы или бы ни было. И, быть может, именно эту структуру языка мы и даем миру, когда говорим, что что-то есть. Может быть, это как раз и обуславливает не что иное, как некое языковое присутствие сознания в нас самих. Вот такого рода точка зрения. Эта точка зрения сильно отличается от предыдущей традиции, потому что действительно философская традиция часто говорит о бытии как существовании, о форме существования сознания как такового. Ну, например, о бытии гейд говорит как о неком непосредственном. Что есть непосредственное, как непосредственное. Говорят, что непосредственное – это и есть непосредственное тождество между знанием и предметом. Но в самом деле, наше знание всегда есть знание о чем-то. И предмет нам дан, именно такой, какой мы его знаем. В этом смысле можно сказать, что знание и предмет, они связаны между собой каким-то простым и ясным соотношением. Может быть оно, вот эта простота и непосредственность этого отношения, и показывает нам, что предмет есть. Когда мы говорим, предмет есть, быть может, мы и говорим о том, что знание, всякий раз знание, знание чего-то, знание на что-то направленное, знание непосредственно зависит от предмета. А может быть, напротив, в бытие есть некое чистое, непосредственное, просто чистое, непосредственное нашего бытия. Тогда что за странный этот разговор, который я вам сейчас предлагаю в связи с Хайдегером. И хочется сказать, что способ присутствия бытия в нашем восприятии, способ присутствия языка в нашем восприятии, выдает нам бытие как бытие. Как вообще возможен такой разговор? Как мы можем язык, то есть языковую структуру сознания отличить от нашего восприятия? Как мы можем отличить языковую структуру сознания от нашего восприятия? Казалось бы, это совершенно невозможно. Но с другой стороны, есть великолепное построение того же Хайдегера по поводу благодарности всему сущему за наше существование. В самом деле, говорит Хайдегер, допустим, мы полностью захвачены, полностью определяем себя миром. Почему? Потому что все, что есть в мире, любой предмет, он полностью задает нам предмет нашего восприятия. Весь наше бытие полностью определяется окружающим миром. Но с другой стороны, мы отличаем себя от мира. А чем мы отличаем себя от мира? А тем, что мы испытываем благодарность сущему за то, что мы как бы есть. Вот такой странный подход. То есть, мы не только живем, мы не только захвачены миром. Но в том смысле, что мы уже определяем себя в качестве чего-то благодарственного. Кому-то Господь сказал, я по ошибке сам того не думая сказать. Либо кому-то еще. В этом смысле оказывается, что мы отличаем себя от мира. Быть может, точно так же язык отличает себя от мира. Конечно, язык отличает себя от мира. Но не тем способом, что конструкция языка. Но ведь в самом деле, в том смысле, что я когда воспринимаю вот эту камеру, которую передо мной, или книжку передо мной, я понятно, что и в таком простом акте я не в состоянии различить собственное языковое восприятие, злоязыковые структуры, а собственно предметы. Они здесь в стоимости этого предмета растворены и схвачены между собой. Но как тогда я могу отличить язык от мира, быть может, тем самым способом, каким благодарным... Язык от мира не отличен, по-моему, от... Так вот он отличен? Конечно. Как? Ну язык языком, мир миром. Я не понимаю, как он отличен. Ну в свое время как бы у Гигеля была другая проблема, что он считал точно так же, что мышление, которое у нас, и мышление, которое как бы в мире, это одно и то же. Да. А теперь как бы предлагается, как ты считаешь, новая версия, что ли? Да, да. Что это у нас язык, который в мире растворен, да, в виде? Нет, это... Это одно и то же? Нет, предлагается отказаться, а различить. Потому что просто так, на вскидку, язык и не отличим от мира. Ну как это? Ну как язык? В каком смысле язык не отличен от мира? Когда мы говорим мышление, да? Да. И в каком смысле оно не отличим от мира? В том смысле, что когда я что-то мыслю... То я мыслю нечто. Нет, ну когда я мыслю, то то, что я мыслю, да, собственно... То есть точно так же языком, когда я что-то говорю, и я говорю о чем-то? Нет. Это ты как бы на интонациональность указываешь. Дело же как раз... Интонациональность указывает на различие, наоборот, а не на то жество. На то жество указывает, что мысль, да, которой я мыслю, она... Хотя является мыслью, с одной стороны, да, чертой, что как бы... Что я порождаю. А с другой стороны, она есть мысль, на самом деле, которая выражает нечто иное. То есть она как бы... Вот мы говорим, чтобы взять вот... Вот в чем как бы здесь проблема? Проблема состоит в том, что вот в классическом смысле речь идет о тождестве мышления и бытия. Ты сейчас предлагаешь как бы какой-то не классический смысл тождества языка и бытия, что ли? Да, я предлагаю мышление как таковое различить от языка как такового. Вот если это возможно. И говорить, что слово есть или то, что существует, то есть обсудить вот эту возможность, я, может быть, сам с тобой не согласен. Просто с точки зрения феноменологической, да, язык и, допустим, просто простое восприятие, это же не различные акты. Язык это одно, как бы это одна деятельность, а, например, процесс восприятия это другая деятельность. А почему? А почему это одна и та деятельность, если это... Ну, мы же понимаем, что наше... Смотри, по сути... Я даже не собираюсь не воспользоваться вот это прошлое высказывание о том, что всякое наше восприятие, оно нагружено неким первоначальным знанием. Да, но тем не менее ты как бы различаешь это само восприятие того, что его нагружает. Да, но в этом смысле речь идет всего лишь о существовании, а не о том, что его нагружает. Быть может, как раз существование сказать, что это есть или просто быть, это нагруженность нашего восприятия языком и только. Язык – дом бытия. Язык – дом бытия в смысле сущего, в смысле того, что язык выражает некого рода сущие, то есть сущность того, что на самом деле в мире существует. Только в этом смысле, но не в смысле бытия. Да, но может быть язык – дом бытия еще более в продвинутом смысле. Потому что язык – дом бытия является в том смысле, что он выражает то, что миру присуще как таковое, то есть существование мира. Нет, заметь, опять же, как бы, в отличие от Гегеля, где вроде все понятно, там, речь идет о соотношении мышления и бытия, то есть речь идет практически о соотношении понятий, идей и вещей. Вот когда говорят о соотношении языка и бытия, о соотношении языка и мира, это немного странная постановка вопроса. Да. Нет, почему? Странная, странная. Я же не отрицаю, что странная. Почему? Потому что нет, потому что сам язык еще требует, мы должны понять, что такое язык, чтобы его с чем-то другим сравнивать. Конечно, мы должны понять, что такое язык, чтобы его сравнивать с миром. В отличие от мышления. Мышление сразу, мы знаем, что оно отличено. То есть у нас есть восприятие, а есть мышление. И мы понимаем, что данное восприятие и мы мыслим. Ну вот это тоже не так мыслим. Нет, ну это все-таки две разные деятельности, которые на одном поле работают. Ну вот. Каким образом язык и мир на одном поле работают? Не получается ли так, что язык это просто способ, каким мы маркируем мир? Да вот нет, получается. Ну в самом деле, если как бы языковость как таковая, она пронизывает все наше восприятие, то он не просто так, что чем мы миром, он как-то присутствует по-другому. Ну у тебя понятно. То есть у нас способ нашего бытия, но это принципиальный языковой характер. Не существует до языка мира. Смотри, язык до мудья. Как это можно понимать? Это можно понимать, что все смыслы мира, то есть все смыслы бытия, они находятся в языке. Да, в том смысле, что мир находится в неком состоянии нашей подручности. То есть язык нам дает некую сферу подручного, и весь мир находится, можно так понимать. Да, дело не в этом, просто мир как бы слеп, у него нет своего голоса, он как бы некого рода хаос, который еще должен языком, будет переведен в какой-то порядок, и тем самым мы миру как бы даем голос, миру даем слово. То есть с помощью языка мир как бы предметает слово и высказывается. Определенности получается, мир получается. То есть мы на самом деле те различия, которые в мире уже есть, мы просто их определенным образом классифицируем. Ну вот можно дать. Когда мы смотрим картину, где здесь язык? Ну везде. Где? Ну потому что ты же видишь не просто картину, а какой там... Ты ее видишь? Европу, плывущую на быке. Ничего подобного. Ты это видишь? Я думал, что всегда Европа, плывущая на быке. Нет, это ты видишь глазами. Но когда ты смотришь картину, ты видишь не Европу, плывущую на быке. А что? Ты видишь картину, эстетическое восприятие. Ну эстетическое, но Европа плывет на... А это не важно. Володь, можешь говорить о языке живописи, можно говорить другой язык. Но тем не менее, это языковая твоя картинка. Нет, когда ты воспринимаешь, ты никак не оформляешь. Тебя есть восприятие. То же самое, как Благодарность Богу, она никак в языке не выродима. Ну смотри, вот... Это веркая благодарность. Чувство любви. Если ты видишь нарисованную птицу, она же не птица. Это какие-то краски какие-то размазанные по холсту. Почему она для тебя птица? Ну потому что язык. Ты ее назвал птицей. Ты выделил ее в этих самых, в, не знаю, там, пирушки, там, форме, чем-то еще. Ты сам говоришь о том, что мы видим. Ты же не размазанные краски видишь, ты видишь птицу. Хотя это не птица. Я понимаю, ты видишь птицу, ты видишь птицу, нет, можно сказать, что ты видишь птицу в смысле языка, вычленя ее, так сказать, отличая ее от остального мира. Но ты, опять же, чувство злости, чувство благодарности и так далее, оно никак не вычленяется. А там нет языка. Ну вот это интересно, что существует злость вне повести о злости. Когда ты стихи читаешь. Вот злость существует вне повести о злости. Или всякий раз о злости, то есть в первую очередь повесть о злости. Мы подражаем сами. Вот казалось бы, простая интуиция, что мы всегда подражаем сами себе. То есть не мы подражаем, не искусство подражает жизни, а жизнь искусству. Ясно же, да, что жизнь подражает именно искусству. Мы подражаем сами себе. Потому что злость, это всегда повесть о злости. Правда же? Нет. Давайте как бы, чтобы эту тему с другой стороны задать вопрос, подумаем. Можно ли, допустим, мыслить без языка? Да, нельзя. Но это твоя версия. А твоя версия, что можно? На самом деле. Можно мыслить и без языка. Да, но с другой стороны... Ты можешь другой язык, пойду. Но без языка не можешь. Я же говорю о том, что вот моя-то версия в чем состоит? Что язык только фиксирует. То есть язык, это хороший инструмент для того, чтобы то, что я про мыслил, зафиксировать и удержать. А мне-то кажется, что он нифига не фиксирует. Язык как форма. Нет, подождите, давайте как бы эту мысль продумаем. Тут ведь, когда Гекель говорит, допустим, о том, что мышление все-таки соотносится с миром, да? Мне кажется, он имеет в виду, в частности, что язык это только средство. Да, да. Гекель-то точно считает, что... А у них само-то мышление, оно в мире растворено. Да, да. Мысли мы на самом деле еще и мысли. Для всех, для них, для той традиции, важно, что, конечно, язык только средство. Да. Это беспокойно. И у них язык, всегда, как бы, он где-то там, в нем даже почти нет рассуждений. Да. Теперь, с другой стороны, да, у Хадигера есть вот это вот, и это ты правильно заметил, гипертрофия такая. Да, когда он говорит, язык дом бытия, фактически, это ведь тот же самый тезис, то жество языка и мира. Да, то, что на самом деле мы не можем язык просто как-то, как ты говоришь, вычленить из мира. Это, то есть... Мы не можем стримать мир вне языка. Да, как мы не можем. Как и мышление. Как и мышление. Вот если бы мышление, если бы язык был полностью подчинен мышлению, как у Гегеля, и вопрос такого не возникало, это не так. Если действительно язык своей жизни, то мы стоим перед проблемой, как различить мышление от языка. Да, ведь они ясно же, что они различаются. Заметьте, заметьте, это как бы... А откуда вообще вот проблема языка взялась-то? Мне кажется, она вот, вообще говоря, подкинута философию именно аналитической философии, которые пытались найти некого рода основания, на котором можно было бы создать нечто типа науки. Да, нечто типа науки. Ну, если это, допустим, мы говорим, если мы говорим мышление, да, как вот мышление взять, как его изучать? Ну, я имею в виду мышление не психологическое, биологическое смысле, а мышление в смысле философское. Но Гегель что-то говорит о мышлении. Как вот его воспринять, как вот на нем организовать некого рода обсуждение того, что такое мышление? Другое дело у нас язык, он данный, он написан, он есть в написанных текстах, он есть, произносим в наших фразах. То есть это некое нечто такое данное, осязаемое, что можно исследовать. И мне кажется, что вот эта вот апелляция к языку именно отсюда взялась. И естественно, когда уперность, язык возникла, ну, очень множество проблем связано с языком. Там, в том числе и, которые ты говоришь, да, как вот воспринимаем, в нашем восприятии присутствовали уже заранее, в каком-то виде языковые формы, да, там, которые потом просто воплощаются в слова, которые я говорю. Или, например, мышление. Я обмыслю, например, я обмыслю некого рода мысль как. То есть сначала у меня, наверное, есть какие-то языковые формы, да, которые некого рода языковые. Да, является ли язык всего лишь средством? С точки зрения классической философии в этой ситуации язык средство мышления всего лишь. Плюс, если мне это решение, не языком ты делаешь. Вот я полгода развлекался, я пытался сообразить, как я понимаю, решение. Это не происходит языком. Я действительно вот всегда считал, что я мыслю словами. Кроме одного момента, принятия решения. То есть мышление, это вот словами я описываю что-то, да, картинки. А потом, ну, грубо говоря, я принимал решение, я что-то надстраиваю. И это происходит действительно не языком. Вот принятие решения, вот этот акт, я его пытался в себе отследить. Я это полгода развлекался, вот так и не отследил. То есть так языка действительно не отследил. То есть это болевой акт, надо сказать. Да, но он не языком происходит. Он какими-то, не знаю, гормонами или это самое. Но вот этот сам момент, чем это делается, не языком точно. Выбор между... То есть сказал, тебе иногда кажется, что ты вот на основе словесных картинок делаешь выбор. Выбор ты не делаешь. Но все-таки вот эта точка зрения, что язык всего лишь простое средство для мысли. Оно как бы... Это так или там отношение между языком и мышлением гораздо сложнее? Смотрите, еще какие доводы к этому. Что существует много языков. Да. Существует много языков в смысле... Для того, что там языки существуют лингвистическом смысле, там английский, там русский, там японский, да. Потом в смысле формальном. Допустим, язык логики, там формально, да, язык математики, там, да. Язык, там, можно даже говорить о языке физики, там, химии и прочее. То есть, ну как бы... То есть существует разный уровень языков. Понимаешь? И поэтому... Но почему-то они не отличаются друг от друга. Нет, да. Есть версия, что... Они сами отличаются, а на выходе не отличаются. То есть, японец, и я мы думаем одинаково. Да, да. По выходу. Смотрите, как здесь тоже соотношение, как между формой и материей, да. Одна и та же форма... Одна и та же, скажем так, один и тот же материал, одна и та же материя может принять разную форму. Одна и та же форма может принять, быть сделана из разного материала. Да, там, шар может быть медный, шар может быть, там, деревянный, шар может быть, там, железный. То есть здесь та же ситуация, что язык это только форма, которую принимают мышление. То есть японец размышляет говорить на японском, немец размышляет. Различные виды подручного средства. Да, вот я просто, я говорю, я же не озвучиваю этот... Да, но если я обратил внимание, что в любом языке, по крайней мере, европейский, всегда есть это «из», это «есть», это «воз», и так далее. Это, быть может, у них, у всех языков есть некая общая языковая структура, но разная лексика просто. Зачем говорить язык? Когда воспринимаем мир, у нас всегда мир уже есть, уже названный. Вот, я так и скажу, язык просто отражает реальность. Есть реальность, в котором мы отражаем реальность. Да, то есть язык отражает реальность, но язык является частью предмета, бытия. То есть я вижу книгу, но книга – это уже не дана книгой. То есть старая классическая точка зрения, она была от этого и состоит, что та самая знаменитая связка и есть языковая, она просто отражает реальное положение дел. А есть другая точка зрения, что никакого, так называемого, реального положения дел, в нем этого есть, нету. А именно то, что когда мы приходим с помощью своего языка, и с помощью своего языка с этим миром оперируем каким-то образом, то вот эта связка есть и задается нам именно языком, по ничем иным. Не, ну естественно, как бы, если, допустим, я сейчас говорю словами, да? Да. То, что, как доказательнее, что мои мысли мне пришли по-другому. Ведь вы слушаете слова, считываете их, и их пытаетесь понять. То есть на выходе слова, на входе у вас слова, как бы вы понимаете эти слова, опять же, транслируете их и понимаете в итоге за всеми этими словами мысли, которые я хочу донести. Все-таки я считаю, что как бы из того, что язык является способом общения, да, способом фиксации наших мыслей, не следует, что сами мысли сами по себе не существуют, без языка. Да. Ну вот вопрос задается, что язык дает нашей мысли? Язык? Я утверждаю. Либо ничего не дает фактически, то есть, грубо говоря, чистую форму, либо он навязывает ей определенного рода сущности. Вот обратимся опять к аналитической философии. У них же тоже эти высказывания, типа Бог или что-либо еще, это высказывания, которые в мире нет и не может быть, что это некий фантом, навязываемый нам неправильно сконструированным языком. На этот вопрос слегка искажает мысли его. Слегка искажает. Это один разговор, если он слегка их искажает. А если его деятельность выше, если его деятельность сродни деятельности по оформлению мира в пространственных и временных формах Канта. Вот такова языковая игра. То есть язык вот сам сюда приходит сюда к нам и навязывает нам некоторые правила языка, в том числе и знаменитую связку есть. Это есть то-то. Именно язык нам навязывает ее. И надо разобраться тогда, что принадлежит мышлению, как и самому мышлению по сущности своему, и то, что принадлежит мышлению в качестве детской болезни языка. Или не детской, или взрослой. И быть может, вот это быть истинное отношение с миром, то, что есть бытие некое в мире, как раз и задает нам способ присутствия языка как такового. Неважно, итальянского или французского. Ее не может быть в мире. Ну, мы же считаем, что чашка есть, сама есть. На самом деле, если ты все послушаешь, ведь ты говоришь о каком-то идеальном языке. Абстрактном идеальном языке. А ведь ты должен говорить, по идее, о русском языке. Да, конечно. Язык формирует мир вокруг тебя. Ну, он, конечно, формирует. Но придет, сядет рядом с тобой итальянец, и он будет сформировать итальянский язык. Да. Разве между вами и стадии другим, что ли? Да. Вы создадите свой мир? Да, потому что язык, кроме того, что общие различные лексики всевозможные, он еще язык формирует некую универсальную структуру. Работа переводчика тогда была бы невозможна. Так, а он, потому что у тебя есть некая универсальная форма языка. Ведь помимо... Вот, 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 универсальная форма языка. Я сказал, что ты говоришь на самом деле не о языке настоящем, ты говоришь о неком роду абстрактном каком-то универсальном языке. Да, конечно, конечно. Но абстрактный универсальный язык это и есть, на самом деле, мышление. Так вот, наверное, нет. Ведь Гегель ведь тоже так же говорит. Он ведь говорит, что есть мышление, в итоге, как пытаясь его поймать, он не говорит, что это некая деятельность психическая, он ведь говорит о том, что это некая логическая структура. Вот ты че говоришь, что универсальный язык? Ну, это, можно сказать, это некая логическая структура. Объединяйте все языки. Не обязательно. Вот надо и попытаться эту языковость языка отличить от некой языковости, от логичности или от мышления. Это же просто этот вопрос проигнорировать, сказать то, что ты говорил, чтобы в неком универсальном языке. Это на самом деле не язык. Это и есть то самое мышление, с которым мы работаем. Вот оно и есть. А поскольку язык здесь от мышления не отличается, зачем продеть личные сущности, говорить о каком-то языке, когда мы просто мыслим? Это позиция классической философии. Мы мыслим и все. Смотри, вот еще тут про мышление. Часто бывают люди путают, они думают, что мышление, когда говорят о мышлении в философии, имеет в виду психический ад. Речь идет здесь как раз, когда в философии пытаются о смысле, что такое мышление, речь идет о неком роде сущности, понимаешь, которая проявляется, в частности, в нашей психической деятельности. Так вот, по крайней мере, об этом Гегель говорит. Так вот, эта вот сущность, которая проявляется в частности в нашей психической деятельности, это есть некая структуры мира, можно так сказать, а логика мира, можно так сказать. Но если думаться, на самом деле, это же похоже на то, что ты говоришь об универсальном языке. Да, конечно, но это похоже, но только в том смысле, что для Гегеля не существует различий между универсальным языком и мышлением. Поэтому у него мышление – это некая тотальность, потому что языка на айфоне нет. Поэтому он вообще о языке не говорит. Конечно, не говорит, потому что для него это новость, классическая философия. Я просто беру вот на основании вот этой первой странички пытаюсь предложить такую ситуацию, что вполне возможно, что в отношении между мышлением и миром, где раньше об языке говорили только как о подручном или о чем-то случайном, потому что говорили кто-то на немецком и кто-то на латыни, входит язык как таковой, как некое самостоятельное третье. И надо понять, как он входит. То есть получается, есть бытие, есть язык бытия. Да. Это не просто мышление в виде логики, да, все вообще. Или мы будем добиваться универсальности языка и находить какую-то универсальную структуру языка. На самом деле сама постановка вопроса одинаковая. Ведь не важно, как мы словами это будем фиксировать. Слово мышление называть или слово язык. Если мы говорим о универсальности, все, мы в классической парадигме находимся. Я могу эту ситуацию осветить. А мне кажется, коллеги ведь о другом говорит. У него есть такая работа, посвященная разговору, не помню, немцев с японцем. И там он как раз пытался проследить проблему разного языка. Что язык на самом деле японцы, язык, например, немцы, это все-таки в фундаментальном смысле разные языки. Это тоже важный вопрос. Когда говоришь о некоем универсальном языке, начинаешь думать, а не речь идет о некоем про-индоевропейском языке на самом деле. И в этом смысле какой-нибудь индейец Южной Америки, говорящий о своем языке, просто принципиально не мог породить философию. Средств не было. Быть может, действительно, в основании некоторого языка, ближе всего древнегреческий, я уже немножко напоминаю Хайдеггера, да, лежит некоторый праязык. И именно его языковая структура и задает нам возможность относиться к миру как к чему-то существующим, к бытию как таковому, краской. Но у тебя все равно, получается, язык это нечто, нечто отличное от бытия. Да, в каком-то смысле, от мира, да. Отличный от мира, да. Если мир сам язык... Отличный от мира и от мышления. Если мир сам язык. Игорь Жедрин и парадигму задают. Дело в том, что ведь Адам, он дал такой способности, что он дал им название всем вещам. Да. Фактически, когда он давал имена вещам, как бы, да, там, животным и прочее, он фактически тогда тот, собственно, и создал мир. То есть мир был как бы создан Богом, да, но второй акт творения, да, который осуществил человеком, это дать наименование все сущности. Да, но только в другом смысле Aadam порождался. Не в том смысле, что он сказал. Не в том смысле «сотворил мир». Не то, что он говорил, что «чашка – есть чашка, а тигр – есть тигр». Или это есть чашка. Да, это есть чашка, он говорил. И это есть тигр. Не важно, что он пользуется какой-то лексикой. Какой лексикой пользуется, это не важно. Не важно, что так у него звучала тигр или так звучала чашка. А важно, что при этом было есть. Мир стал быть вот в этом смысле. То есть язык дал нам вот эту самую структуру. И вот быть может. И быть может в языке тогда спрятана некоторая структура бытия. То есть бытие, то есть чисто языковая деятельность. Некая структура бытия, которого от лишних лексических наслаждений. Наслоений, точнее. Наслаждений, не случайная оговорка, да. Наслоений, его надо и очистить, и вернуться к этой некой первоначальности и простоте. Вот этому самому и есть. Который сдает нам только язык. Язык отличается от мышления. Вот это некая позиция. А мышление разве не отличает себя от бытия? Что такое тождество бытия и мышления? Это одновременно ведь и различие. Тождество ведь может только быть того, что различено сначала, а потом отождествлено. Ну хорошо, это ладно. Не, вопрос просто мне кажется, слишком быстро к бытию перескакиваешь. Мне кажется, вот та вот игра языковая, которая начинается все-таки с сущности, то есть все-таки язык сначала, мир различает. То есть, а что, Адам дает имена вещам, да, он как бы различает их. Не просто какая-то глыба какая-то мира, да, вот этот типик, как ты говоришь. Да, почему, разве мир изначально не различен? Нет, ну вот, мы же сейчас говорим о том, как язык соотносится с миром. Нет, конечно. Нет, ага. Это ты сразу перескакиваешь, язык отличен от мира. Я не перескакиваю, просто есть... В мире, может, уже сам мир уже есть язык. Я не говорю о том сейчас, как на самом деле, я просто... Мир действительно различен, мы же это говорим, что ему структуру сущего язык дает. Вот в чем дело. Подождите, мы же не пытаемся выяснить, как на самом деле. Мы пытаемся как бы вот парадигме Игоря поработать. Он предложил парадигму, что язык на самом деле спроектирован на мир. И на самом деле мы обратно его забрать не можем. Мы не можем теперь сказать восприятие. Да, не можем, да. То есть, как я смотрю, вот, я смотрю глазами и вроде бы вижу глазами. А на самом деле, может быть, уже в самом восприятии присутствует язык. И он уже вот все в этом... Пропитал, все абсолютно, да. Пропитал, конечно. Но язык, мне кажется, это как инструмент. Это вот я такую позицию снимаю. Это не Игоря позиция. Это классическая позиция, да. Вот, перейдем к физике. Вот физике ты инструментом что-то исследуешь. И этим инструментом ты всегда воздействуешь. Да. Без этого никак нельзя, это заложено. Иногда это не важно. Ты смотришь на камень, камень не двигается, это почти не важно. Иногда ты смотришь скрин, его поворачиваешь. И по-другому тоже нельзя. Поэтому рассуждать, как сказать, о языке очень сильно не надо. Это инструмент, который иногда сильно воздействует. Но я не сильно. Нет универсальности. Ну вот это... А вот в плане механики инструмент, что он делает? Мы измеряем какое-то состояние, тем не менее, мы сразу его создаем. Да, создаем, да. Ну, пока Игоря об этом говорится. И когда мы касаемся философии, язык там становится очень сильным инструментом. Он от этого в механике. Как Игоря и говорит, как... Так он может быть еще и радикально более сильный. Настолько, что сама структура мира как сущего, но все-таки потому, что измерение квантовой механики, создание нового состояния, создание новой определенности. А нам даже создание новой определенности кажется слишком недостаточным действием. А когда она сущая делает сущим, то есть существующим, вот эта штука будет посильнее вам, Фауста Гет. Но, надеюсь, мы не творим сущие. Не творим. Мы сущие делаем сущим. Да. То есть это отличаем его от бытия. Да. То есть это делаем его бытийствующим. Не творим ни в коем случае. Хотя немножко и творим, конечно, языком. Тут никуда не деться. Но если бы мы творили языком, мы остались бы в парадигме аналитической философии. Это нам неинтересно. Нам-то интересны более интересные вещи. Что именно язык как таковое делает сущие сущим. То есть продает ему форму, смысл бытия. Поэтому бытие как таковое, оно не является общим понятием. Не является, не является. С одной стороны, оно совершенно чисто туманно, на что указывает нам Хайдеггер. Но с другой стороны, есть что-то совершенно понятное. А из такого определения, если язык делает сущие сущим, получается, что язык отличается от сущего. Не является сущим. Как от мира, да. Как от мира, да. Получается, Игорь, парадигме, это той же самой аналитической философии, она же как инструмент. Нет, но он сдаёт ему смысл существования, вот что я хочу сказать. Смысл существования уже есть, он есть язык. Ну где, понимаешь, Игорь хочет сказать, давайте в простом местном скажу, вот стул с толком, а где бы тебе пальцы, покажи на него, где он? Игорь говорит, что он только в языке есть, мы его понимаем как-то, осознаем, но мы не можем пальцем ткнуть и сказать вот это. А я ему говорю, что такое стол, я покажу пальцем. Не показать пальцем на него, вот о чём Игорь говорит, оно удерживается только, поскольку мы говорим о нём. С другой стороны, совершенно понятно, что это такое, всем понятно. Вот надо же, кому-то, кто не видел никого стола, объяснить, что такое стол. И действует, что такое видеокамера. А с другой стороны, а бытие понятно всем. Да, ну поэтому он и говорит, что бытие не могло быть как бы изъято из мира. Мы его как бы фактически придумали. То есть, язык фактически сотворил некую сущность, которой как бы нет. Но тем не менее, она для нас просто... Самое родное и самое близкое. Не могло понять. А вот если оно всем понятно по разному бытье, то может непонятно. Это вот я предлагаю разговоры. Игорь говорит об универсальном языке и фактически, на самом деле, это относится в классическую философию. Кто знает, может, и европейцам всех понятно. Смотри, потому что есть исследование, какое-то племя нашли где-то там в Африке. У них, на самом деле, допустим, понятие бытие обозначало несколькими глаголами. Например, быть там, ну я там точно не помню, быть растением, допустим, но быть человеком – это разные слова, разные сущности, в смысле бытия. Это только в классической философии быть человеком, растением, предметом – это одно и то же «быть», один и тот же глагол. А у них это различается. То есть, быть человеком, быть растением – это разное слово «быть», это разный смысл «быть». Но вот здесь вопрос встает, насколько конкретность конкретного языка глубоко пронизывает все наше сущее. До какой степени? Один полюс с этого точки зрения, что наш конкретный русский язык полностью нам сдает всю языковую картину мира, а вторая конкретная полюс с этой точки зрения состоит в том, что есть некий универсальный язык, присущий всем людям, некая универсальная структура, в основании каждого языка. А ИС, наверное, посередине. Нет, и универсальная структура языка – это просто гигельянство, это классическая философия. Давайте об этом пока не будем говорить. Давайте говорить о другом, что у нас есть русский язык, например, есть английский язык, а есть какой-то африкатский язык, ну, какого-то плени. А язык искусства? Как далеко бытие спрятано в его конкретности? Нет, просто ты говоришь о бытии, на самом деле, исключительно из европейской традиции, из того индоевропейского языка, где бытие, быть предметом, то есть быть вещью, быть человеком, быть растением – одно и то же быть. Возможно, какие-то другие способы бытования языка существуют, где на самом деле это быть, как я вам предлагаю, африканцам, допустим, другой. Вот откуда взялась этнография, антропология, чему нас учит? Она учит тому, что, возможно, то, что мы это внушили себе, что существует какая-то универсальная культура, универсальный язык, универсальное мышление, может, на самом деле, это не так, по факту просто. Может, сколько угодно говорить о том, что это универсальные языки, а на самом деле, фактически, оказывается, как показывает на графе антропологии, это не так. Есть другие культуры, другие языки, есть другое мышление. И, может быть, надо говорить о том, что, если уж мы так вот теперь говорим о языке, что нет никакого универсального языка, есть... Так, это неважно, по большому счёту. Нет, нет, это... Были иероглифы, мы их сейчас не понимаем. Понимаете? Вот тут есть прогрессизм такой, знаешь, вот это можно сказать так, вот какое-то африканское племя, оно там... Оно дикое. Оно дикое, да. Не в смысле дикости, конечно. Оно встанет на путь прогресса и точно так же достигнет того же универсального языка, каким обладаем мы. Что-то мы вышли не универсальны, как Гигель считал, да? Там и африканец, на самом деле, точно так же мыслит, как и я. А ведь может по-другому понимать, что он, на самом деле, никогда не станет, никакого прогресса нет, а есть параллельное развитие. Наш европейский менталитет, он идёт своим путём, а какой-то африканский менталитет, или там иконский менталитет, а не другим путём. В каких-то точках мы соприкасаемся, конечно, но фактически мы идём параллельно. И никогда... И нельзя рассуждать о прогрессе, да? Нельзя рассуждать, что есть какие-то дикие отсталые народы, есть какие-то там передовые нации и народы, так? Может быть, так нельзя рассуждать? И тогда бы твой тезис о языке был бы более правильным, потому что если африканец где-нибудь на охоте, на самом деле, использует свой язык в своём конкретном регионе, да, где-то там в пустыне, я не знаю, где он там охотится, там, в саванне и прочее, то, возможно, вот его язык, он как раз приближен к той самой реальности, и его язык является домом для того места, для тех людей, для тех событий, которые с ним происходят. А наш язык, соответственно, вот мы живём в индустриальной, всякого рода, государства, в индустриальной среде, для нас язык является домом нашего бытия, другого. Вот такой-то есть был бы более сильный, мне кажется, где каждый отдельный язык, на самом деле, он только внутри своей общественности, внутри своего региона работает. И если я переселюсь туда в Африку, я, возможно, не смогу своим языком там эту реальность, как бы, описать и попытаться в ней разобраться, мне придётся там жить, и, видишь, может быть, мне, чтобы вполне в этой реальности ориентир, мне придётся перейти на этот африканский язык, да, по крайней мере, заимствовать что-то у них, да, чтобы понять, различить. Это понятно, но ты же всё равно, грубо говоря, ты своим индустриальным языком называешь газелью, газелью, и, там, дерево-дерево, и тот же африканский, такой, другими звуками. И именно классический язык, только средство, опять же. Мы, конечно, несколько разных. Мы пока отбросили этот тезис. Нет, я понимаю, откуда у него, то есть получается, что у него другое бытие как таковое, в принципе. Ну, был такой тезис у меня в своё время, я его не проверял, что якобы эскимосы различают что-то там. Ну, это казалось не правда. Да, много оттенков белого. Оказывается, это вроде не так. Ну, я просто другого примера не имею. Ну, допустим, как бы, есть какой-то народ, да, он живёт, допустим, в насилье, да, и у него какие-то есть представления о том, как всё устроено насилие, которого нам просто не нужно. Мы привыкли в городах жить, в принципе, в тепло, там, как бы. У нас никаких слов нет. Это речь идёт о словах и словарном запасе. Речь же идёт не о том. Нет, нет, нет. Я понимаю, что они представляют себе мир другой, как другое бытие. Давайте так вот, хорошо, тогда более кардинальный пример. Мы на другой планете. Да вот, в котором мир существует не в форме и сущего, вот это было бы здорово. Вот знаете, например, я всегда, когда смотрю фантастические фильмы, я всегда поражаюсь, что вот людям, которые создают фантастические фильмы, нужно каким-то способом выразить окружающую обстановку в понятных нам словах, да, и вещах. Вот, допустим, вот это вот типа телефон как будто бы, да, а вот это вот типа что-то такое бигает непонятно, это типа компьютер. Там бывает это как бы смешно выглядит, а бывает как бы это любопытно. Например, какой-то предмет лежит, и авторы фильма не объясняют, что это такое. Какой-то предмет что-то там делает, непонятно, что такое. Вот не получится ли так, что, допустим, я переселюсь вот в эту реальность, да, фантастического фильма, и точно буду смотреть на окружающие и не понимать. Никаким образом не понимать. Если ты это видишь, то это уже у тебя какой-то язык уже есть. Ну, конечно. В виде формы, в виде цвета и еще чего-то. Нет. Язык уже есть. Мы же говорим о таком языке, который является домом бытия. Просто язык, конечно, у меня сохранится. Я смогу, что-то я там увижу и что-то я там смогу писать. А мой язык не будет домом того бытия. Только язык... Почему? Ты будешь думать в терминах, грубо говоря, этой штучки, которая связана с той штучкой. Вот именно. Но это и означает, что я, собственно, не буду присутствовать. А мы здесь тоже самое. Говоря, мы увидим эту книгу, для нас она тоже, в некотором смысле, такая же штучка или еще что-то. Мы ее наделяем несколькими свойствами. В чем состоит присутствие-то по Хадии? Говорят, мир весь мир и прочее. Она не просто как бы вот штучка, как ты говоришь. Она для меня книга. А со словом книга связана с тем, что... Так ты ту штучку, то же самое, обогатишь другими... Волопе, да, я это говорю. Вы опять определенно следите. Вы определенно следите. Ну, говори про определенность. Просто тема другая. Мир с миром состоит в том, что вокруг меня все, что я вижу, оно мне знакомо. И мне не надо вглядываться и думать, что это такое. Я как бы в нем живу. Понимаешь? Вещи вокруг меня находятся, но это для меня мир, который понятен. Понимаешь? В целом как бы есть предпонимание, которое я как бы в нем нахожусь и существую. А теперь это незнакомый мир, да, какой-то там фантастический. Мне каждый предмет незнаком. Он может таить опасность. Может быть он, это существенно важно для меня, а может быть нет. Может должен ли я что делать? Бежать я должен там? Прятаться там? Или должен общаться? Что я должен делать? Понимаешь, как бы весь мир вокруг меня, который мне незнакомый, превращается в нечто, какую-то загадку. Понимаешь, в смысле Игоря как бы для меня его нет как бы. Я еще должен его заново открыть для себя. Понимаешь? Потому что каждая вещь, она не та. Вот лежит книга и мне она понятна. И с этим связано культурное наслаждение, что ее читают, что у нее есть автор, что там какие-то слова, там есть какие-то способы, какие-то слова организуются в текстах, что это связано с другими книгами и так далее. Что есть целая культура и чтение там. Много-много-много связей. Первый из мира то, что называется. Это я понимаю. Вот лежит какой-то предмет неясный. Понимаешь, фантастическая и некая реальность. Я не знаю, что у тебя лежит. Но третье, я говорю неопределенности. Я так говорю, это именно о существовании. Проблема не то, что... Хорошо, вот в этой фантастической реальности, да, здесь существование изменится? Ну, потому что ты со своим языком пришел. Существование будет. Ты не будешь знать, что это книга и что у нее что-то написано. Вот например, Толкин написывает. Ну, она есть. Подожди, Толкин написывает какой-то мир. Ну, может быть, ему что-то. Ну, потому что у него... Какой фантастический мир, какой-то Азик Азимов. Ну, мир Азик Азимов, это тот же самый мир людей. И всегда так. Любой наш мир. Да. Они описывают наш мир. Поэтому у них все предметы существуют. Да. Ты говорил, помнишь, про какой-то там мир? Да. Вот они бы сделали такую попытку. В рассказе, например, «Малыш», полностью попытались описать негуманоидный мир. Полностью. И там слов нет. Так вот, и гораздо было бы... Интересно, они так далеко не прошли бы. Хорошо. Попытаюсь с точки зрения твоего понимания языка. Вот этот негуманоидный мир, это как? Значит, смотри. У него просто бытия нет. То есть, с точки зрения негуманоида, у него нет как такового бытия. То есть, мир для них... Нельзя сказать, что мир для них существует. То есть, мир как-то организован, но нельзя сказать, что он существует. Мало того, что у них все книги написаны на другом языке, на сильно другом. Мало того, что у них пространство и время расстроено по-другому. Но у них еще нельзя сказать о существовании. Нельзя сказать, вот книга есть. Это как с электроном. Мы же не знаем, как он там вертится. Хуже, я же тебе говорю. Хуже. Я понимаю. Хуже ситуация. То же самое, как туннельный эфир. Был здесь, бас вдруг оказался... Гораздо хуже, чем туннельный эфир. Вот в чем дело. Не в том смысле, что какие-нибудь антропологи, то, что говорят, ах, мы думаем, что эти индейцы умственно отсталые. Они нифига не умственно отсталые, они просто мыслят по-другому. Проблема состоит, чтобы понять, что именно бытие или то, что делает сущее сущим, оно как раз задается языком, а не задается не только в смысле бытия или определенности. Языка же не только делает, что я прихожу и смотрю на картину, на которой Зевс похищает Европу. Я знаю Зевса, знаю Европу, будя представителем другой культуры, я полагал, что здесь какая-то женщина охотится на быка. Но речь еще не в этом. В том, что эта картина для меня оказывается существующей, то есть как сущее представляет Европа, как нечто существующее, и быт. И вот это дает язык, быть может. Нет, я думаю, что все-таки… Не так романтично все. Конечно, бытие мы не можем увидеть глазами, пальцы отткнуть в него, но тем не менее, как бы из этого следует, что это самое пустое, что можно только вообразить. То есть оно не выразимо именно потому, что там содержания нет. Ну, с другой стороны, оно каким-то образом ставит, бывает, язык бытия есть. Пытаемся выразить пустоту. Ничего нет пустоту. Еще что можно сказать? Ну, сказать «ничего нет» можно. И можно много-много раз повторить, что ничего нет. Так ведь нельзя сказать, что ничего нет-то совсем. Ну, подожди, вот я же как бы пытаюсь сейчас транслировать опять же Гегелю. Ну понятно. Что бытие ничто как бы тождественное в том, что никакой определенности здесь нет. Что как бы… Не за что уплатиться. Самая бедная реальность. Да, самая бедная реальность. Вот. И они, конечно же, можно много прочувствованных слов сказать. Потому что это пустота. Вот. А мы говорим большое прочувственное слово. И тогда у нас… Что я хочу сказать-то дальше, уже в завершении. Тогда у нас оказывается, что у нас возможно на самом деле праздник бытия как таковой. В качестве какой-то словарной мистерии, театрального действия, или просто так называемых стихов, так называемых. И это вот будет праздником настоящего бытия. Вот он как. Потом не бытие приходит и приглашается к нам на праздник. Мы устраиваем праздник в честь бытия, и она приходит и тихонько сидит в сторонке. А оно вот в самом самом этом поэтическом священодействии, поэтическом мистерии, она существует. Где поэтическая мистерия, понятно, что почти неотличима от музыкальной. Ну вот такое… То есть ты говоришь, что бытие приходит в их стаи. Оно творится, да. А я здесь и вдумался, что если мы говорим о бытие, то тут же рядом возникает и ничто, на которое точно так же нельзя указать. А это совершенно интересно, оказывается. И оказывается… Смотри, я всю жизнь говорил, что разговоры не бытие – это не философский разговор, правда же? А здесь оказывается, что мы можем поговорить о небытии. Да, и причем, что… Если это так, если действительно бытие нам задает язык, то мы можем начать говорить о небытии. Что для классической философии невозможно. Небытия точно нет. Ничто-то нет, а небытия нет совсем. Ну просто совсем. Бытие вот есть, а вот небытия – ну никак. Не, ну вот в классической философии не все так просто, потому что у Гегеля все-таки это ничто как бы есть. Так ничто и небытие – это разные вещи. Мы же договорились. Есть, я имею в виду в смысле дискурсивно. Да, ничто-то, а ничто-то можно говорить. Мы же обсуждали этот вопрос, что классическая философия никогда не говорит небытие, а обсуждает вопрос ничто. И даже тот же самый параменинг, хоть он вроде и говорит, что небытия нет, но ведь он слово небытие произносит. Но он же говорит на самом деле, ты нас обучил геориотическому, что ничто. То есть он обычный классический философ. Да, он говорит ничто нет. Сущие есть, а несущего нет. Да, именно так он говорит. А здесь впервые, если мы заказываемся на такой языковой точке зрения, на бытие, мы можем начать говорить не то, что ничто, как вся классическая философия, а именно о небытие как таковом. Оно, быть может, окажется нам таким же мистерией, как… Ну тут еще такая проблема существует. Почему хаотик, как мне кажется, поднял вопрос о бытии, который, по его же понятию, был утерян, загоможден и прочее. На самом деле, если думать, у философии не осталось своего предмета. То есть все частные какие-то сущности, там, расхватывает наука, там, движением занимается физика, там, организмами занимается биология. И получается, что, как бы, философия вдруг однажды как бы проснулась, да, условно так говоря, там, и посмотрела, что все вот возможности ее, это, разобраны другими науками, да. Получается, что вот даже аналитическая философия, сейчас это ведь один из кризисов ее состоит в том, что она говорит, что философии предмета своего нет. То есть философия – это вот языковая игра в лучшем случае, да, там, а в худшем случае это просто набор заблуждений языковых, опять же, да, вот. И для того, чтобы дать философию предмет, вот, действительно, единственный предмет, который неизыблемо и неизбывно является философским – это разговор о бытии. Но ты сводишь к тому, что философам тоже нужно есть свой хлеб. Но это не… Нет, я не к этому свожу. Я просто хочу сказать, что потому он и возобновил разговор о бытии, потому что, собственно, единственная только философия об этом говорит. Да, конечно. То есть и остальные науки говорят о сущем. Конечно, конечно. То есть и в этом отличие, и, может быть, даже, не знаю, гордость своего рода философии, да, что вот есть какое-то отличие существенное. Да, в принципе, это принципиально. В философии среди прочих наук, да, вот. А вы тогда философией чем занимаетесь? А вот вы занимаетесь анализом языка. Ну, хорошо, типа, там, аналитической философии, да, вот. В философии есть свой предмет – анализ языка, там. А потом смотрят филологии, вроде, тоже анализируют язык, еще какие-то другие дисциплины. Вроде опять раз язык, языка тоже, вроде, не предмет философии. Да, и тоже отняли. Так что в итоге-то остается? В итоге остается вот разговор о бытии, и никто этим не занимается. И это, собственно, вот изначальный предмет философии. И вот Хадир поднимает этот разговор, собственно, вот, восстанавливает статус метафизики, онтологии, да, вот, до уровня, все-таки, вот, неправда, ведущей дисциплины, да. Как бы, или, по крайней мере, особой дисциплины, да. Которой ничего другого… Ну, как бы, с которой рядом ничего не стоит другого. То есть, если не соизмеримо с другими дисциплинами. Нельзя сказать, что философия – это наука. На самом деле, сейчас это звучит… Это, и кто считает, что философия – наука – это звучит для философии, как бы, позорно, да. Что, вот, есть, как бы, математика, физика, а там есть философия, да. То есть, философия – какая-то рядовая наука какая-то, среди прочих, многих, там, тысяч наук. А на самом деле, философия – вообще не наука, да, там, она имеет особый статус.